Лекции, семинары, зачеты и экзамены. В эпоху посткарантина студенческая жизнь изменилась, аудитории высших учебных заведений пустуют, а в коридорах стоит звенящая тишина. Сегодня учебный процесс кипит в виртуальном формате, а значит, пока под запретом все маленькие радости жизни студента. Дружеское общение, походы в буфет за любимым кофе и проведение таких праздников, как День студента, посвят или конкурс талантов. Валерия Черкова до пандемии училась очно всего полгода, но уже успела влиться в бурную студенческую жизнь. Волонтерская деятельность, тренировки в танцевальной студии, должность старосты и участие в общественной жизни института. Больше всего Валерия скучает по живому общению. Раньше у нас было очень много мероприятий, почти каждый месяц мы что-то проводили, собирались, у нас были репетиции, собрания. А сейчас в основном это либо в дистанционном формате, либо это вообще не происходит, особенно вживую. Поэтому не хватает. Пандемия внесла свои коррективы и в работу студенческого отряда оборона. Традиционно каждый год летом ребята ездили на целину. В прошлом году всероссийские региональные стройки студенческих отрядов были закрыты. Воспитанникам пришлось самим искать себе работу на трудовой семестр. С дистанционкой также есть сложности, поскольку стать полноценной альтернативой очной учебе она не может. Основная потеря в практических занятиях – это отсутствие лабораторных работ на реальных стендах. Но в этом семестре мы это компенсировали, потому что сдали все лабораторные работы еще на той части, когда все было очно. Но если следующий семестр будет дистанционный, то это будет большой проблемой, так как на третьем курсе это уже играет важную роль. День студента также пройдет в онлайн-формате. Молодежный центр предложил ребятам принять участие в конкурсе видеороликов и фотографий «Универсальный студент». А на странице ВКонтакте Совета обучающихся Саровского физико-технического института для студентов проводят конкурс репостов. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.